Ученики 53-й школы смогли детальнее познакомиться с историей родного города. На уроке, посвященном событиям военных лет, познакомились с историей строительства сооружений стратегического назначения, таких как бункер Сталина. Кроме того, школьники смогли узнать про другие бомбоубежища, расположенные в Самаре. Такие уроки, любые занятия, беседы с детьми очень важно проводить, потому что понятие патриотизма не приходит извне, из ниоткуда. Оно формируется с детства за счет знаний истории, за счет того, что дети помнят участника и члены семьи, которые сражались с Великой Отечественной. Дети посмотрели документальный фильм об эвакуации в Куйбышев заводов во время войны. Узнали о героических подвигах людей, которые в то время работали на промышленных предприятиях. Среди них была и 14-летняя прабабушка Маргарита Черновой. В Самаре в честь того, что ей присвоили звание город трудовой доблести, поставили Стеллу. И я считаю, что это очень знаковое событие для истории моего города. Это очень заслуженно. Особенно я горжусь детьми и подростками, которые в военный период, несмотря на то, что, возможно, какой-то сильный испуг, они трудились на заводах и помогали нашей стране, нашей родине. Школа 53 курирует направление лидерства в городской лиге волонтеров. Недавно их проект занял первое место на всероссийском конкурсе в номинации «Молодежный формат». Авторы готовят семь туристических маршрутов, которые будут знакомить жители города с трудовыми подвигами куйбышевцев в годы Великой Отечественной войны. Проводить экскурсии будут сами школьники. Это та тема, которая реально волнует школьников нашей школы. Поскольку город, не каждый в стране получил такое почетное звание «Город трудовой доблести», и мы хотим, чтобы это был не пустой звук. Такие уроки истории проводятся регулярно. Во время занятий дети узнают дополнительную информацию о городе трудовой доблести, которую в дальнейшем смогут использовать при создании экскурсионных маршрутов. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.